привет народ добро пожаловать на наши посиделочки я сегодня под стать голограммы шарлотты буду тоже такой немножко просвечивающийся главный вопрос твистер где тебя носила почему-то никак не записал разбор промо ребята все расскажу субботу на субботних посиделках тут вот так вот впечатление выше крыши но тем не менее я тут давайте сядем поговорим прочитаем но еще один из основных факторов конечно последний эпизод меня бомбанул так так бомбану что вообще ничего не хотелось не трогать не делать им тебя огород там развел буду лучше в помидорах ковыряться чем в этих в доллара нас их титьках пытаться разобраться где какая долорес где какую руку натянула куда все ладно смотрим обещают обещают по этому раскадровки времени на канале hbo что эта серия будет 75 минут я то уже губельник себе раскатал как минимум на полтора часа как в прошлом году ну не знаю так так ладно все короче досмотрим этот эпизод в конце сделаем выводы может это был просто какой-то проходничок такой в котором меня все возьмут и удивят в последнем эпизоде но короче говоря посмотрим посмотрим у меня вот прям планка ожидания вот прям вот вот было вот прям так спустилась начинается такая музычка тут идет революция беспорядки народ кричит давайте мы хотим работать выпустите нас на работу они это из реальной жизни а у них там кричат во всем виноват inside тут вот если даже смотреть разные транспаранты майдан идет полным ходом и тут короче разгоняет их с дубинками со счетами но пытаются привести все в порядок и бернард на заднем плане говорит что про и должно произойти всегда должно быть произойти до моя мамочка так как всегда говорила что все с чему суждено то вот чуть чему короче мамочка как-то говорила я уже забыл чему быть тому не миновать вот как говорила моя мамочка так что круче говоря бернард тоже наверное из наших друзей и родственников он тоже говорит что то что должно произойти должно произойти товарищ бене вот он знает и а тут мне очень понравилось некоторые транспарантики так паузу поставить чисто почитать там допустим code this это вот попробуй раскодировать это закодирую это и там разные там плакаты вот тут blame inside во всем inside виноват и тут ну разные 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 опять inside ну во всем во всем винят компанию inside вот видно что через всю эту разруху проходят вместе тут конечно сэкономили на бюджете в одном квартальчике все снимали потому что под под разный ну весь нью-йорк же нет они разбомбят хотя если бы подождали немножко то можно было бы снимать и сейчас такой апокалипсис что мама дорогая вот все говорят что в пасе в последнем вот допустим следующем эпизоде видим наконец-то мы этот момент когда долорес из холодильника в ящичке с подсветкой между прочим не шалам балам механический скелет был тот который мы видели в рекламе чеки потому что закончился эпизод чем что помощник в телефончик сказал товарищу кейлобу говорит у меня для тебя есть задание потому что долорес кнопку нажала электромагнитный импульс все выключил и что теперь нужно новое тело ну вот ты короче говоря кейлоб по по какому-то исходнику там видать долорес уже запланировала знала что должно произойти вот он и и вон шарик вытащил прям оттуда и тогда получается отключилась только тело а шарики не отключились тогда представьте мы если шарик не отключился а тело отключилась и вот она лежит вся и ничего сделать не может вот тоже злая наверно ну прикольно конечно это вот прям отсылочка прям к этому к терминатору только терминатор руку снимал а тут долорес руку одевает ну красиво красиво ничего не скажешь ну и скелет такой механические скорее всего удобнее будет в нем и сражаться и бегать вот тут моментик я конечно не чуть-чуть не догнал очень интересно долорес находится опять-таки в своем одеянии либо это у нее воспоминания из своего прошлого как она была фермерской дочка еще либо это ее опять подгрузили куда-то но мы не видим с вами широкого формата может быть специально нас пытаются держать интригу а в реальности это будет широкий формат и тут какой-то мужской голос на заднем плане говорит и что он говорит что после конца света будущее что ты контролируешь ты веришь он герой вот такие вот реплики звучат от какого-то мужского голоса может какой-то новый мужской персонаж у нас появится интересно но общем долорес тут вроде под деревом стоит размышляет а здесь идут по оккупированному городку вот это место где именно находится равам помните ее приводил сюда дамси младший приводил ее вот в эту лабораторию показывал там вот этот вот шарик так что все скорее всего вот эти вот все события будут у нас происходить там видим наконец-то встречаются сираки кайло он ему дула подставляет к виску прикольный момент идет перестрелка и тут она идет как каравелла по зеленым волнам прекрасным основа дня и оглянулся посмотреть не оглянулась ли она что посмотреть не оглянулась ли я и вот тут две долоры смотрят друг на друга и все равно я не понимаю мотивации этой вашей шарлотты что она теперь я понимаю почему она может не любить эту долорес эту копию долорес но зачем переходить на сторону сирака вот что я не понимаю либо либо она поняла что именно долор я я понимаю допустим так как я понял из того что нам показали что долорес особо не ценила эти версии они были такие как расходники чем-то надо было жертвовать и а шарлотте не хотелось чтобы ей пожертвовали она не хотела быть вот этой вот разменной пешкой а из-за того что сирак взял убил ее семью она решила перейти на его сторону вот это вот я не понимаю если это долорес убила подговорила чтобы избавить ее от допустим привязанности хорошо хорошо тут я понимаю ненавидеть эту долорес да ты хотела меня спалить а я вот возьму и на зло тебе пойду и буду сотрудничать с твоим врагом вот это я прекрасно понимаю но если это сирак взорвал я ладно посмотрим посмотрим как раскрутят но если если мы узнаем что это долорес взорвало машину вместе с мужем сыном и слоником тогда хорошо тогда хорошо я еще более-менее понимаю эту мотивацию но тут вот конечно долорес прозрела от такой шарлоты теперь это на то то на чем тоже закончилась прошлая серия человек в черном нашел дробовики он говорит у меня роль которую теперь я играю он это звучит вообще как у робота когда в этом в парке но может он просто над ними стебется таким образом что у каждого допустим персонажа была своя роль которую он должен был отыграть и вот тип типа он понял теперь свою роль и и он говорит я спасу этот гребаный мир и кстати вот он стреляет один раз вот он целится в бернар дужку и потом поворачивает ствол и стреляет в стапса и тут у меня такая мысля не очень по крайней мере очень-очень ну супер хочется чтоб это так было что каким-то образом человек в черном понял что стапс он плохой и поэтому он решил его убить и помочь бернар ду бог бог где был бы интересный поворот но дадут твистеру то что он хочет дули скорее всего сейчас будет пытаться стрелять в бернарда стапс прикроет его своей грудью или еще какая-нибудь фигня произойдет и я тут вообще весь за фейспалмлюсь но ждем ждем опять вот этот кадр из трейлера который мы видим когда появляется мэйв опять со своей катана идти твою налево возьми пулемет какой-нибудь ну что ты с этой катаной бегаешь это вот прям я я прекрасно понимаю если по на было из японского парка я прекрасно понимаю если по ту катану ей отдала ее дочка и поцеловала перед тем как уйти там другой мир вот я теперь привязана к так а тут только чисто ради визуального момента что такая вот ниндзя черепашка мэйв прибежала теперь с мечом и бегает за за это то что дроном неужели ты не нет он них где в микросхемах не сработало я своим мечом махала нихрена не намахала а пушка летающая руку отстрелила кедрине фени долорес так что более эффективно пушка летающая или же катана вот этот визуал ради визуала это вот прям тапком бросить и санной тряпкой отхлестать потому что и тут опять гляделки 1 моргнет тот и обосрался все до свидания но в кого-то скорее всего человек черном попал потому что задайте кишки размазала от дробовика по всей белой рубашке хотя это та же самая белая рубашка да да это все тот же тот же костюмчик из этого по воротничку даже видно и по декорациям похоже что это вроде бы дом его может решить и с кем-то же ему надо там говорить но тут опять сражаются мэйв там друг друга бьют падают вот здесь какое-то кольцо на веревочке сначала я подумал может чеку кто-то вырвал откуда-то и какая-то бомба где-то рванет и мы сейчас ждем кто же там в германии кто же там еще там 5 долорес что тут еще но тут дерутся прям усилили бабы друг друга конкретно и в сезон финальный момент и вот красивая сцена написано маслом все как это по классике равам от него идет провод и тут скорее всего к нему подключена долорес которая где-то там корячиться в этих под проводами вот это вот скорее всего это этот момент сидит кейлоп привязанный к стулу сирак стоит и мы в общем все и тут два охранника и какую какой какой момент что я жду вот к этому моменту мы придем то что у кейлоба какая-то супер возможность появится нет вряд ли то что долорес залезет в равам и попробовать его перепрограммировать изнутри ну как вариант не знаю он то думает что в ней ключ находится со всеми с базой данных всех 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 посетителей и жителей что он сейчас эту базу данных обновит и все у него равам теперь станет точно как бог был полубог а теперь бог станет очень хотелось бы чтобы вот в этот момент мэйв включила ага мы тебя дурили на этом все время этого сирака прибили сирака другим сираком заменили или еще что-нибудь что там в таком ключе произошло вот это было бы интересно а вот что именно произойдет посмотрим потому что если мэйв вот по-настоящему реально плохая если она не притворялась плохой на протяжении этого я буду в депрессии такой же самый как после игры престолов прям прям воскресенье жду с этим прям плачу и жду чьи-то ручки тут сначала подумал вроде бы это кейлоб ее за ручку держит на решетке тут вроде что на на решетке лежит вот видите такая решетка то вот кто-то ее за ручку берет и по мизинчику вроде бы женский мизинчик кто-то вот прям нежно полюбовно с поддержкой у кого там такие перчатки у мэйв таких перчаток нет ну-ка где руки мэйв покажите мне этого нет перчаток в общем ждем не а у мэйв есть перчатка вот это было бы конечно неплохо что это мэйв потом ее просто на самом деле мэйв с ней друзья все ребята разобрал тизер ждем ждем что будет пишите в комментариях что вы думаете сейчас сразу пока еще мы далеко не ушли огромное спасибо всем спонсорам ой что я творю всем спонсорам которые поддерживают канал кто ставит лайки кто перри распределяет в социальных сетях рассказывает своим друзьям приводит других людей все всем спасибо ну огромное спасибо отдельное спасибо это хранителям уголка джеку ирине александру удовиченко принцессе ярославе мадам butterfly светлане вики так анатолию все ребята огромное спасибо за то что канал поддерживали все я растворяюсь теперь дальше гулять первое мая пятница выходные все увидимся с вами в воскресенье на стриме с мальчишками по миру дикого запада а кто приходит на другой канал в записке уголка увидимся с вами на субботних посиделках все пока пока